Многие представляют профсоюз как организацию, которая только выделяет путевки и организовывает праздники. Как отмечает председатель профсоюзной организации РФИАЦ ВНИЕФ, это только одно из направлений работы. Коллективный договор предполагает дополнительные отпуска от 3 до 5 дней для тех, кто работает на станках. То же самое касается и тех, кто трудится на полигонах. Профсоюз ВНИЕФ активно поддерживает доноров крови. Самое важное – это вся социальная сфера. Всего во всей госкорпорации, во всех ее предприятиях и городах сохранилось 5 детских оздоровительных лагерей. Из них 2 в Сарове, 1 НИИСовский и Сережа, 3 по сути сегодня в контуре Российского Федерального Ядерного Центра. Из 5 всей страны РУСА. Это безусловно благодаря действиям и директора, и всей администрации, и безусловно профсоюзной организации. Это и дома культуры, стадион, база отдыха, родничок. Финансирование на все это во многом идет из коллективного договора и благодаря тому, что он существует. Главная цель профсоюзной организации – представлять и отстаивать интересы работников, защищать социально-трудовые права. Профсоюз помогает в спорах между сотрудниками и работодателем. По словам Антона Ульянова, за прошлый год в комиссию по трудовым спорам пришло всего 6 жалоб, две из которых были отозваны после переговоров. Когда работнику порой кажется, что его какие-то трудовые права нарушаются, он начинает сначала взаимодействовать внутри правкомов, консультируется, и да, выясняется, что все вроде бы в порядке. Если его это не удовлетворяет, он идет дальше. И вот эта многоступенчатая, по сути, комиссия по трудовым спорам – это последняя стадия этого разбирательства. Ну, перед судами. И раз уже туда доходит всего 4-6 жалоб, это означает, что эта работа, с одной стороны, ведется. В планах у профсоюза ядерного центра внедрить в здоровье проект, который бы позволил каждому члену организации в приложении на смартфоне просматривать весь набор услуг, найти справочник, пользоваться скидочными картами на товары и отдых в санатории, пока проект запустят в виде пилота. У профсоюза есть программа «Профсоюзный дисконт», которая предоставляет льготы и скидки. Также профсоюзная организация готовит цикл семинаров для развития мягких навыков у специалистов. Мы будем готовить, я думаю, целый цикл семинаров, может быть, даже тренингов, приглашать специалистов и давать возможность профессионально развиваться только членам профсоюза. Ну, безусловно, потому что это наша аудитория, но мы как раз должны показать коллективу, что это очень важно сегодня. Профсоюзная организация «РФИАЦ ВНИЕФ» насчитывает более 13 тысяч членов, что составляет почти 70% от общего числа работников. Профсоюз ВНИЕФ – одна из крупнейших организаций в Российском профсоюзе работников атомной энергетики и промышленности. Как отмечает Антон Ульянов, высокая численность профсоюза позволяет ядерному центру и профсоюзной организации ВНИЕФ эффективно работать в рамках коллективного договора. Коллективный договор – основа и единственный возможный способ реализации всех социальных программ. Сохранение численности профсоюза и привлечение новых людей – одна из задач организации. Также в числе задач – быстрая реакция на новые вызовы. Мы должны ускоряться. То есть скорость принятия решений, скорость элементарного документа оборота, скорость движения, скорость изменений наших планов должен быть значительно выше. Мы должны быстро реагировать на все происходящее. У нас более 13 тысяч членов, но мы тоже обязаны все эти процессы автоматизировать, мы должны цифровизировать. Профсоюз ВНИЕФ тесно сотрудничает с территориальной профсоюзной организацией, проводит для нее образовательные семинары. Профсоюзы совместно проводили занятия для школьников в рамках проекта «Профтренд» на базе Дворца детского творчества. В этом году к программе «Профсоюзный дисконт» подключили также территориальную профсоюзную организацию. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.